Очередной туристический визит-центр откроют в области Житсу, местом выбрана село Тополевка, где ежегодно проводится весенний фестиваль цветения яблони Сиверса. Туда съезжаются многочисленные туристы из разных стран. Именно отсюда начинаются самые интересные пешие и конные маршруты Жангар-Алатаусского государственного национального природного парка. Что думают местные жители о предстоящем открытии, расскажет Гульнар Жантасова. Татьяна Баннова работает в местной школе учителем русского языка и литературы. А еще она ведет большое домашнее хозяйство. Молочную продукцию женщина продает сельчанам и гостям. Особенно хорошо продажи идут в летнее время, говорит Татьяна. Открытие визит-центра она рассматривает как расширение возможностей. Я думаю, это даст нам перспективу в обильной продаже этой продукции. И думаю, что другие односельчане, которые занимаются пчеловодством, может кто-то откроет птицеферму и будет возможность нам продать нашу продукцию. И село будет процветать. Тополевка – одно из самых отдаленных сел Сарканского района. Через горный хребет оно граничит с Китаем. Молодежь в основном старается отсюда уехать, поскольку работы практически нет. В прошлом году здесь возвели современную школу. Через населенный пункт начали строить новую дорогу, ведущую через кордон Жаланаш к озеру Жасулколь. Местные жители надеются, что теперь их жизнь сильно изменится. Сейчас визит-центр, если откроется, рабочие места будут. Многие уже будут стараться сюда устраиваться, работать. То, что дом рядом и работа рядом. Туристов будет много, магазины будут открывать. Жить будет перспектива, когда в деревне. От села Тополевка у нас разработано 7 туристических конных и пеших маршрутов. Все они оснащены пивачными полянами, местами для отдыха. Также туристы могут разместиться и на двух кордонах. Сейчас одним из самых зрелищных для наших гостей является тур на Жасулколь. Поэтому необходимость открытия визит-центра острая. Туристический визит-центр местные власти намерены основать на базе старого школьного здания. В комплекс входят три корпуса. В день он может принимать до 30 гостей. Все три здания возведены качественно. Мы их реконструируем. В одном из них будет административный корпус. Во втором гостиница. В третьем разместится кафе. Вся территория будет благоустроена. Сейчас объект уже передан на баланс Акимата. Ремонт объекта планируют завершить уже к концу года. Вместе с тем в области уже действует один визит-центр в нацпарке Алт-Немель. Он стал одним из самых посещаемых в регионе. Кроме того, в плане развития горного туризма намечается благоустройство села Аман-Боктер. Здесь ведут в строй новый медпункт и дом культуры. Также продолжится строительство дороги на Жасулколь и к самому высокому в Средней Азии водопаду Вурхан-Булак. Гульнар Жантасов, Ужазовый Бусынов, 24ТЗ, область Житсу.